В центре Усмайского района В селе Усмайя есть очень интересное место, которое невозможно не посетить. Это историко-этнографический музей при средней школе, который создала Зинаида Яковлевна Пермякова, педагог с большим стажем, заслуженный учитель Российской Федерации. Музей очень уникальный, как, впрочем, и личность самой Зинаиды Яковлевны, у которой очень интересная биография. Мой родной район находится рядом с Усмайским. А я на Майске называются. Родилась я в поселке Айин. И вот когда я только родилась, мой отец выписал мне свидетельство о рождении. Сразу же побежал, закутал меня в пеленке и написал свидетельство о рождении. А через три месяца он уехал на войну. Родственники, да, в период войны, вы знаете, что я просто удивляюсь, такую огромную сумму они отправляли, это деньги, шапки, эти варьи, шапки, перчатки, эти рукавицы и так далее. И я вот думаю, как они могли набрать столько шума, ну, облигации всевозможные государственные были и так далее. И поэтому я вот тоже постоянно тоже вкладывала деньги, да, и это как я тоже хожу вот на плетение этих хапки сеток и так далее. Тоже хочу маленькую лепту свою внести так, ну, нашим солдатам. И вот закончила я школу, допустим, начальную школу в Аиме, и потом уехала в Нилькан. В Нилькане я закончила среднюю школу, а по тем временам надо было проработать два года еще на производстве. Да, я приехала обратно в поселок Аим, и там у нас что было? Ну, колхоз был, но не отправили меня туда, у них, ну, коров держали и так далее. А меня назначили так, как впервые открывали там детский сад, детский сад Ясли, и там меня поставили заведующей. Вы не представляете, как было это трудно. Все-все-все было на наших плечах. Я была и заведующая, и завхозом была, и медсестрой была, и кем только я ни была. А потом после девяти часов, когда все, ну, после, вернее, восьми часов, я уходила заменять мою невестку, которая работала в воспитательном интернате. И там тоже работала. Вот. А до этого, вот, когда маленькая была, с третьего класса мы в колхозе работали. Садили там картошку, морковку, свеклу, капусту. Вот. И это как я, ну, как-то мы дети, вот, в общем, привыкли к постоянной работе. Поэтому до сих пор, ну, ну, тружусь. Так, а потом я, после того, как я закончила среднюю школу, поехала учиться, ну, после практики, поехала учиться в Хабаровске. И поступила в Хабаровский педагогический институт на художественно-графический факультет. И там проучилась, значит, пять лет. Так, после окончания, ну, вышла замуж за черопчинца. Черопчинца. Между прочим, он был черопчинский переселенец. Так, мать его взяла, вот, когда он был маленьким совсем, ему было всего лишь полтора годика. Так, вот, об этих тяжелых условиях, которые там жили, вот, рассказывала мне его мать. Очень хорошая женщина. И, ну, после окончания его института сельскохозяйственного, мы переехали работать в Черопчо. Вот там становление как учителя вот у меня началось. Мне очень повезло то, что работала там в очень хороших школах. Такие были заучи. Они постоянно следили за нами, как мы пишем по урочному планированию, какие методы принимаем так. И заучи, там Алексеев был так, и он теперь сидел в дверях и смотрел, как мы там проводим уроки и так далее. Ну, а потом, когда я закончила, так он сказал, учителем будете. Ну, вот это было очень высокой наградой. Конечно, первую грамоту я там получила, даже была на доске почета. Вот. И вот это на меня, вот, как на становление учителя, Черопчинский район, ну, очень огромный фундамент сел. Так, и вот вы знаете, что мы не только вот занимались уроками и так далее, но и принимали участие в всевозможных концертах и так далее. Вот они мне дали базу, фундамент для дальнейшей моей работы. И затем, в 76-м году, когда уже детям надо было в школу пойти, я хотела, чтобы они учились на русском языке. Но еще, знаете, что, я начала болеть, начала болеть из-за чего воду не могла переносить озерную. И постоянно вот тут болячки были у меня на лице, опухало лицо и так далее. Вот из-за этого мы переехали. А только что сюда переехала, а свекровка мне все время звонила, говорит, как твое здоровье? Я говорю, нормально. Потом опять звонит, опять спрашивает. Думаю, что она прицепилась к моему здоровью? Потом вспомнила, что я всегда болела. Но вы всегда, когда приехали, все это прошло? Все прошло сразу же. Представляете себе, оказывается, там кислая почва была. И вот это повлияло на мое здоровье. И вот с тех пор, вот я работаю в нашей школе с 76-го года. Работала я учителем ИЗО, черчения, технологии. Вот до сих пор, эти ученики мои, вчера, между прочим, на концерте встретилась с одной девочкой, которую я когда-то учила, я ее вообще не узнала. И, оказывается, обучила ее еще и ее дочь. И, наверное, скоро внуков буду их не учить. И вот она так вспоминает, как они эти технологии, а замтехнологии учили, как мы срябали и так далее. Они стали швейми, вы представляете себе, и с таким, знаете, упоением вспоминает вот те годы. Здесь был Николай Николаевич Кочмар, доктор, профессор исторических наук. И вот он увидел, я ему экспонаты свои показала, первобытных людей. И он сказал, Зина, открой, пожалуйста, музей на основе этой. Потом найдешь, говорит, да, и дальше. И вот это стало основой для моего музея. А потом я вот подумала, что это музей, там буду ее как моха, как говорится, сидеть и кропеть над этими экспонатами. А потом, когда начала собирать, оказывается, это мое. Я в 2004 году, вот как раз здесь было 160-летие Якутско-Янского тракта, вот как раз к этому, да, я вот организовала музей. Ну, что я нашла вот в эти периоды, я все принесла туда. Как-то так получается, да, что мне все-все-все, вот, ну, всякие разные экспонаты попадаются, очень эксклюзивные. Вы представляете, я этому так рада. Вот однажды мне профессор Савинов сказал, это что, у вас такие артефакты просто так восьмая валяются? Я говорю, нет. Я говорю, мое предназначение свыше, я сказала. Все, вопросов нет. И вообще, вы знаете, что так, вот, получается, что вот многие люди тоже что-то находят. Вот, допустим, слепок, вот это, наги первобытного человека. Вот они принесли мне. Так, вот, допустим, вот яйцо древнее. Так, представляете, вот когда летали, вчера на ухтели и так далее. И вот это яйцо у нас попало. Вошли где на берегу? Пусть мой, это муж мой нашел. И вот как-то так попадается все время, да, и теперь и дети несут, родители тоже несут. Я им очень-очень благодарна. В нашей республике объявлено пятилетие ямщицкой культуры, а Аяномайский тракт имел большое значение для своего времени. Когда Петр Первый был так, он решил сделать вот почтовый тракт. И это как-то, и вы знаете, что, но, и он хотел, чтобы приумножилась территория Якутии, так, и узнать, что же там вот в этих краях есть, так. В России. Да, в России, да. И еще, вот так как казна по тем временам пустая была, они еще и собирали ясак. Представляете себе? Но до конца-то завершить вот эту дорогу он не смог, умер. Но после него вот этот проект продолжила Екатерина Вторая. Как конкретно проект назывался? Проект строительства почтового тракта, вот этих почтовых трактов. А почему вот Ямб называется? Оказывается, оно происходит от слова татаро-монгольского Ямб. Ага. Стоян-кодинаты называли их. Так. И сюда, вот вначале, так вот, вот когда начали строить самые первые вот эти почтовые тракты, да, были эти якуты. Были. Ага. Но так как они содержали очень много лошадей, так, коров и так далее, так, это им особо не нравилось. Но хотя государство и платило, так, за это, там, деньги давали и так далее. Но тем не менее, вот начали строить гати, эти дороги, из этих, просто из этих, как я, из деревьев, из Жерде и так далее, стали строить в сторону Аяна. Ну и были дороги в сторону Вилюйска и так далее, так. Тут у нас в Охотск пошла дорога, так, и через Майп летней дорогой пошла. Ну и вот, вы знаете, сам первым говорят, вот, ну, две версии есть, что говорят, что прошел туда Сарычев, ага, а в другой, в другой версии говорится, что москвитин. Так, вот я нашла, там вот, в том постере, да, как раз экспедиции Сарычева на реке Майя. Представляете себе? И там он пригласил русских, этих бурлаков, оказанных на реке Майя были бурлаки. 270 бурлаков он привел оттуда, ну, с запада, которые работали, так, на Волге. На территории Узбайта они строили лодки, так, и теперь шитики почтовые, так, вот, это маленькие. Ну и вот это, а сначала большие сделали лодки такие, баржи такие, да, но они очень неудобные были, потому что везде река мелкая, перекаты и так далее, да. И вот это, как я, лошадей, сначала лошадей тоже использовали, да, но, а потом было это очень как-то, ну, там же такая дорога, там и обрывы и так далее, да, и это, как я, и было очень-очень неудобно, поэтому взяли бурлаков. Ну и бурлаки довозили весь товар до Юдомы, там был крест, так и называется Юдомский крест. И вот до этого Юдомского креста вот эти бурлаки дважды в год за лето, они доходили до туда и отвозили туда для себя продукты, это там всевозможные ружья, патроны, порох, да, туда-сюда. И вот я в 50-е годы, когда училась в школе, я видела, да, эту дорогу, так, из жердей прямо тут, так, аккуратно сложенные, да, они сохранились, но позже, когда стали строить дорогу в сторону Аяна, все это засыпали. Вот эти ямщики, когда шли они сюда, так, с ними и ученые мыли, так. И вот недавно мне мальчик один подарил, представляешь, тебе принес дугу, на которой должен был подвешиваться колокольчик, а вот этот колокольчик, да, ямщиков. Оказывается, мои пропредки были ямщиками, они жили 24 километрах от Супанды. Вот это дугу, на которой подвешивался колокольчик, вот такие колокольчики были у ямщиков. И они, когда подъезжали к яме, вот стоянке этой, да, то их звук был далеко-далеко слышен. И те рабочие, которые там жили, да, ну, первое время якуты, они растапливали печь, готовили для них еду и так далее, заносили их непопоны, так, другие лошади, взмыленных лошадей в конюшни ставили и так далее, так, кормили их, и все, и все бесплатно. А вот этот ямщиковский колоколь, да, он принадлежит братьям Трошиным, которые сделали в 1761 году. Представляете себе, какая старина? И звук у нее просто замечательный. Ямщики, что вот они ехали сюда, они же учили местное население башни делать, чтобы они садили пшеницу, рожь, овес для лошадей, так, и чтобы у них, ну, на еду это было, и картошка, и капуста, и прочее. И вот там же русские семьи тоже были, так. И вот они тоже учили людей всех, так, ну, как шить, вот, допустим, домашнюю одежду, вот эти кружева и так далее, да, вот эти вышибка и так далее. Тоже от них это пошло. Так, и вот вы знаете, что, и по тем временам, да, их, что делали? Перепись же была о населении. Перепись была о населении для того, чтобы собирать яйца. И там принимали участие попы. Но вот когда вот, вот у меня поповская, ну, вот этот, вот этот крест, он католической церкви, оказывается, а не православной, а католической. Ну, дело в том, что вот ехали сюда немцы, так, французы, так, и теперь это, и они, знаете, что, они же это, как и, ой, они все католиками были, поляки здесь были. И это, и вы знаете, что у меня вот даже есть здесь даже нательная икона, их, да, времен царствования Ивана Грозного, представляете, когда было двуперстное крещение. Вот это, печать донских казаков 1702 года, представляете себе? Иконы у каждого, ну, все русские, когда ехали, они ставили сразу же часовню, чтобы молиться о грехах своих и так далее. Так, и с ними шли еще и ученые, ученые шли, и они только изучали, тоже изучали. Да, они изучали, значит, вот такие, ну, флоры, пауны, животные, весь мир, да, теперь такие, и геологи, ну, геологические вот эти, да, всевозможные, ну, полезные, ископаемые. Зинаида Яковлевна не просто учит детей. Со своими учениками она ежегодно проводит экспедиции, занимается с ними научно-исследовательской работой. Мы изучили флору, фауну, различные эндомичные растения, животный мир, птиц мы изучаем, да, и теперь этнографию ивенков, да, сравниваем культуру, значит, Айнамайской района, да, и с нашими ивенками, в чем разница, что у нас, вот раньше вот какой орнамент у них там был, да. Вот вы сейчас и расскажите, в чем разница. Так, вы знаете, что, вот у них, да, вот я вот заметила за последние годы, да, какое-то влияние на найская культура у них есть, да, представляете себе? Дело в том, что вот когда мы начали рассматривать, да, это, в археологии мы нашли камень, да, и оказывается, вот эти люди, которые жили в Айнамайском районе, они перешли через хребет, пришли с Китая. Ивенки, которые живут там, да, они сохранили досконально свою культуру, так. Ну, конечно, у них есть влияние немножечко этого, как и Преаморья, так, так. Но, а вот у нас здесь, да, допустим, влияние русской и якутской культуры. То, что вот они шьют, например, вот ботики, так, когда используют то, что используют они, вот, допустим, шкуры морских животных, вот этого у нас нет, так. И теперь в большей части они, вот, даже и в узорах тоже несколько различий есть, да. Люди вот занимались научной деятельностью, выпускали книги, так. И весь мир узнал о северном крае. Вы представляете себе, вот эти самые первые, вот эти казаки-первопроходцы, которые здесь были, да, они нанесли большой, огромный вклад в развитие российского государства, так. Дальше его богатство, его недр открыли, так. И огромные территории нашей вот Якутии, вообще северо-востока. И вот вы знаете, что вот, бывая в экспедициях, так, ага, с детьми, я вот тоже изучала вот этот родной свой край, да. И это, у нас, вот мои дети, да, пишут по 12 направлениям. Археология, палеонтология, мамонтовая фауна оказывается полным-полным. Детище Зинаиды Яковлевны, музей, постоянно пополняется уникальными экспонатами, которые приносят и взрослые, и дети. Один мальчик принес хамут, два хамута, так, и, да, а я сюда прикрепила к этому кольцу свой колокольчик. Посмотрите, какой он звон издает. Вот, и хамут, хамут. Вот это принадлежало всем этим емщикам. Посмотрите, как они обиты железом, так, чтобы оно не разломалось и так далее. И теперь вот колокольчик издавал свой звон, и уже за несколько километров было слышно. Емщик подъезжает, были окрашены, вы представляете себе? Я никогда не видела, во что они были окрашены. Черный и голубой цвет, вы представляете себе? Ну, это, черный, это, наверное, земля, так, а это небо. Эти люди и музыкой интересовались. Вот Волтерна, представляете себе, нашли его в болоте. Все это наши люди местные, да, они все это переняли. Так, вот, а вот это подзоры кружевные. Ну, сейчас вот этих таких вот подзоров уже никто не делает, да, ага, так, и не применяет. Они вот это прикреплялись к простыне и простыни подсинивали. Вот такие узоры были. Так, ну и, конечно, так окрестили они, вот такие атрибуты были у попа. Так, а мы в интернете, когда посмотрели, да, оказывается, оно принадлежит католикам, католической церкви. Так, и это 120 лет примерно. Так, и найдено, так, ну, у одной моей родственницы найдена вот такая нательная икона времен Ивана Грозного, вот когда шло двуперстный крест. Так, и вот это, окей, посмотрите-ка здесь, это, окей, печать донского казачества 1704 года. Вот даже найдена пуговица в цепанде во время раскопки огорода, вот такая, из латуни сделана, представляете себе? Вот, какая пуговица. Так, теперь, ну и, конечно, они все были, это, окей, в первую очередь они, это, окей, все крещённые были и так далее, так. И вот, вот такие иконы тоже были, двухстворчатые, трёхстворчатые. Так, вот она, это тоже икона, это икона Божьей Матери, ага, Казанской Божьей Матери. Впервые открывался вот этот наш край, и вот они использовали линейки, вот такие линейки-оршинки, посмотрите. Здесь написано Лондон, Сажин, Оршин. Вот, видите, какой он складной, да, и какой он хороший, ну, можно положить его в карман, так, и она не мешает. И оно, видите, вот какое оно удобное было. Вот, так, теперь это, ну, а более богатые люди, конечно, вот использовали, значит, вот такие чайники заварные, да, из серебра, 1878 год, как раз к нему периоды относятся. Ну, богатые люди, вот, вот эта кружка для напитков всевозможная, сделана она из латуни. Ну, когда мы посмотрели, да, оказывается, она привезена из Индии. Представляете себе? Ага, ну, видимо, ну, они тоже же ездили, ездили по всему свету. Ну, конечно. И там, наверное, они вот эти брали. Ага, вот это тоже, вот этот колокольчик, только маленький, он вот сломался, да? Ага, вот, а вот это ключ, ну, ведь, знаете, что, это ключ Петропавловской крепости. Представляете себе? А с тюрьмы? Ага, так, и с собой они ведь гнали, они и овец, баранов, так, ага, и вот этот ножницы предназначен для стрижки овец. Так, и, конечно, богатых людей, да и вообще, вот такие вот эти, была посуда из серебра, самовары у них были, такие, да? У меня еще такие, другого, это, есть еще тоже самовары, ага, места у нас совсем мало. Тракты «Моя Родина», они очень интересны и для детей, и каждый раз мы все новые и новые открываем. Вот, например, по археологии мы открыли столько писаний, которые не введены в книгу Мазина и Окладникова. Вот здесь, да, в прошлом году мы защищали проект, так, путеводители по маршруту 8, вот, по которому ездили вот эти емщики. Вот, посмотрите, вот, и с Якутска, да, вот, каждое, вот, мы отмечали эти, какие, эти емщицкие стоянки, да, вот, где они были. Так, ну, вот это сначала, значит, Якутск, так, вот здесь мы, Усьмая, Усьмая, так, вот, Чабда, так, дальше это, такие, Селенде, Юдама, пошла, так, так. А вот те, которые вот были, да, обозначены, вот, где жили, стоянки были, да, они уже их не стало, так, осталось только 8 сейчас, где живут люди. Вот такие удивительные экспонаты пополнили историко-этнографический музей, которые открыли еще одну грань истории этого интересного края. КОНЕЦ